Да, уважаемые коллеги, переходим к основной теме доклада, это мультиспиральная компьютерная томография в диагностике, в стадировании рака лёгкого. И уже, конечно, достаточно большое количество слов было сказано по поводу этого, поэтому не буду очень сильно долго останавливаться на эпидемиологии и говорить о том, что, естественно, большая часть всех случаев – это не мелкоклеточный рак лёгкого. Сразу перейдём к восьмой классификации ТНМ, которая была в 2017 году, в конце 2016 года даже уже представлена всем нам, и, в общем-то, с которой мы должны перейти, точнее, уже перешли с седьмой классификации для того, чтобы правильно стадировать рак лёгкого. Итак, как мы все знаем, да, ТНМ-классификация у нас делится на тумор, нодулюс и метастазис, да, первые самые – это классификация Т, и достаточно хорошо отражающие картинки, на мой взгляд, чем же отличаются Т1А, Т1АСС, да, так называемые минимально инвазивные и поверхностно распространённые опухоли, а также отличаются они тем, что есть разделение между Т1 и Т2 стадии, это такой дифференциатор, скажем так, это 3 см, да, всё, что меньше 30 мм или 3 см, это опухолевое поражение Т1 стадии. Ну, и Петр Сергеевич уже говорил только что, да, по поводу минимально инвазивных и инвазивных аденокарцином, всё это будет там чуть дальше в докладе. Почему это важно? Почему это важно на самом деле для рентгенологов, да, потому что, ну, на мой взгляд, к сожалению, не все рентгенологи понимают, что от нас, в общем-то, требует достаточно такого чёткого определения, да, потому что от этого будет зависеть дальнейшая судьба пациента, каким образом его будут лечить, по каким схемам его будут оценивать, да, и, в общем-то, дальнейший прогноз этого пациента. И, ну, благодаря анализу данных, да, при классифицировании восьмой ТНМ, да, было выявлено, что вот есть значимое отличие между Т1 и Т2 опухолями, и вот на правой табличке хорошо видно патологическое и клинические стадии опухоли, да, и пятилетняя выживаемость. Процент пятилетней выживаемости есть различие между Т1 и Т2 опухолевым поражением, при этом, да, отмечается, что есть значительное ухудшение прогноза и выживаемости для каждого последующего добавленного сантиметра к первичной опухоли. Вот. Соответственно, самые первые два примера – это аденокарцинома инситу, да, ТИС, так называемая, и Т1МИ – это минимально инвазивная аденокарцинома, это небольшие узловые структуры, либо участками матового стекла, либо там частично солидные, частично матовые, с размерами обычно очень-очень-очень небольшими. И здесь хочется вспомнить одну из статей, это на самом деле 2013 года статья по фляшной классификации, по рекомендациям фляшного сообщества, уже после этого вышли рекомендации, да, следующая их там ревизия, но тем не менее в 2013 году была замечательная такая картинка по тому, как оценивают матовое стекло во времени. И вот между двумя этими картинками 24 месяца прошло, да, то есть это два года. При этом мы видим, что есть какое-то минимальное, абсолютно минимальное увеличение в размерах новообразования, точнее это зона матового стекла, это чистое матовое стекло без солидного компонента, но тем не менее достаточно хорошо видно увеличение в размерах. Это говорит о том, что за такими узлами по типу матового стекла необходимо следить, и следить нужно за ними достаточно продолжительное время, потому что если вы сделаете через полгода контрольное исследование, да, то через полгода может ничего абсолютно не измениться, если вы не предполагаете, например, по какой-то причине, что это не аденокарцином. Поэтому подобные вещи необходимо оценивать и в динамике достаточно продолжительное время. Есть рекомендации фляжного сообщества по поводу измерения этих узлов, но это уже было все сказано, соответственно, в зависимости от того, солидные, частично солидные или это чистое матовое стекло. Следующее – это Т2 опухоль, имеющая размеры больше 3 сантиметров, но меньше 5 сантиметров, и это важно в данной классификации. В Т2 опухоль ввели центральный атолектаз, да, то есть когда по данным компьютерной томографии мы видим, что опухоль не распространяется на корину, например, да, или не распространяется на грудную стенку, но приводит при этом к атолектазу, то это все еще Т2 стадия. Было выяснено, что, в общем-то, атолектаз при нераспространении опухоли до области килотрахеи, да, это, в общем-то, относительно даже, может быть, благоприятный признак у пациента в плане прогноза дальнейшего. И было все это перенесено там в Т2 стадию. Ну, соответственно, Т3 стадия – это опухоль от 5 и до 7 сантиметров, распространяющаяся на грудную стенку, перикардия, фрагмальный нерв, либо имеющие отдельные узлы в той же доле легкого. Важно понимать, что необходимо измерять опухоль по наибольшему размеру, да, либо по даже инвазийному компоненту, но при этом делать это лучше в легочном окне. Здесь представлено два скана с различными измерениями. Первый сделан в мягкотканном окне, а второй сделан в легочном окне. И разница между ними всего 5 миллиметров, однако по первому скану мы можем поставить Т2, Т2Б. А если мы посмотрим на второй, то это уже Т3 стадия, и, соответственно, и прогноз у этого пациента, и, возможно, тактика лечения будет изменяться. Поэтому необходимо измерять опухолевый узел именно в легочном окне с оценкой инвазивного компонента. Вот, посмотрите, это Т2 стадия, да, в данной ситуации есть распространение опухоли в главный бронх, естественно, с атоликтазом, однако все равно это все еще Т2 стадия, потому что у пациента нет распространения на кильтрахеи. Если мы говорим, опять же, про Т3 стадию, то опухоль между 5 и 7 сантиметрами, в данной ситуации это 6,6 сантиметров, она относится к Т3 стадии. По данной классификации, конечно же, нужно помнить о том, что кроме размера, есть еще и другие оценки, скажем так, да, то есть не только размеры, а еще и прорастание, об этом чуть позже поговорим. Т4, соответственно, это опухоль, имеющая в размерах более 7 сантиметров, да, либо расположение узлов на той же стороне, но в другой доле, да, либо распространение на средостейни, диафрагму, сердце, крупные сосуды, либо распространение к килю трахеи, да, к колене, на саму трахею, пищевод и позвоночник. В данной ситуации это опухолевые узлы, имеющие размеры более 7 сантиметров, что в одно, что в другом случае, а здесь же имеется прорастание на диафрагму, да, что даже при наличии, естественно, опухолевого узла менее 7 сантиметров, сразу же говорит нам о том, что... Да, мы всегда, да, когда мы... Распространение процесса по лимфатическим узлам, когда мы говорим о вторичном поражении, да, это чаще всего лимфатические узлы в размерах по короткой оси более 9-10 миллиметров, да, при контрастном усилении наличия некротического центра, да, то есть опухолевый узел, он чаще всего стремится к округлой форме, но мы должны понимать, какая группа лимфатических узлов поражена для того, чтобы дифференцировать, да, какой-то N, может быть, это уже вообще и не N даже стадия. Это, собственно говоря, схематичное такое изображение, которое в классификации ТНМ 8-го издания, и более подробно для каждого из легких, какой именно N стадии принадлежит конкретная группа лимфатических узлов. И вот обратите внимание, да, что N1 и N2 – это, в общем-то, узлы, расположенные чаще всего на той же стороне, да, на которой располагается и опухоль. Если мы говорим про правое легкое, соответственно, это правые лимфатические узлы, а когда мы говорим про N3 стадию, то мы говорим уже про контрлатеральные лимфатические узлы, да, в том числе и корень, и либо мы говорим про любые надключичные узлы. Соответственно, это правдоподобно и для правого, и для левого легкого с небольшими отличиями, потому что, ну, средостение, например, да, как мы понимаем, оно не абсолютно симметрично. То есть там есть, например, дуга аорты, которая чаще всего уходит влево, и нам необходимо оценивать фатические узлы, которые располагаются по ходу дуги аорты. Вот, если они располагаются, и мы видим, что они поражены, либо увеличены в размерах относительно опухоли с правого легкого, да, то для нас они тогда считаются контрлатуральными. Ну, и, соответственно, схематичное изображение того, каким образом мы должны оценивать лимфатические узлы при поражении левого легкого, и в данной ситуации часть лимфатических узлов для правого легкого, она переходит, собственно говоря, на левое легкое, и является для них N1 или N2 стадией. Ну, опять же, лимфатические узлы надключичной группы в данной ситуации являются частью N3 стадии при поражении. По метастатическому поражению хочется отдельно остановиться на том, что существует внутригрудное метастазирование, да, это чаще всего метастазирование либо в поливральную полость, либо в полость перикарда, например. Есть определенные нюансы по тому, в каком количестве видят поражение печени и видят поражение надпочников. Это наиболее часто встречаемое вторичное поражение у рака легкого, поэтому даже когда мы говорим о скрининге, про скрининговых исследованиях, да, там, неважно, низкодозовая компьютерная томография, либо обычная компьютерная томография, то в целом необходимо выполнять исследование таким образом, чтобы оба надпочечника попадали в уровень исследования, да, то есть выполнение нижней границы исследования при КТ легких должно находиться где-то на уровне середины печени. Таким образом и правый, и левый надпочечник попадают в исследование, и вдруг при каком-то при оценке исследования выполненного, когда мы понимаем, что у пациента, возможно, есть наличие там рака легкого, мы можем, по крайней мере, оценить и надпочечники, имеется ли в них какое-то поражение или нет. Поэтому печень, надпочечники – достаточно частая причина поражения. И вот что касается костей, до сих пор существует определенный алгоритм, который сейчас, на самом деле, наверное, считается не совсем верный, алгоритм при подозрении на вторичное поражение костей. Некоторые считают, что необходимо выполнять синтеграфию, кто-то предпочитает магнитно-резонансную томографию, но в целом же существуют определенные гайдлайны по поводу, например, неиспользования синтеграфии для уточнения метастатического поражения костной структуры. Компьютерная томография в этом случае, в ряде случаев, точнее, будет вообще бессмысленно, на мой взгляд, и не будет отличаться ничем от классического рентгенологического исследования. А если мы говорим про синтеграфию, то там тоже есть ряд, скажем так, достаточно больших нюансов. Поэтому, в общем-то, существуют определенные рекомендации о том, что лучше использовать ПКТ, чем синтеграфию, например. Тем более, что кости поражаются примерно в 20% случаев, головной мозг поражается в 10% случаев. Это компьютерная томограмма. Естественно, при исключении метастатического поражения лучше выполнять магнитно-резонансную томографию, при этом ее лучше делать с контрастным усилением, потому что часть метастазов, особенно расположенные по оболочкам, особенно при распространении по оболочкам головного мозга, при магнитно-резонансной томографии будет не видна. Компьютерная томография здесь в целом проигрывает даже бесконтрастной магнитно-резонансной томографии. И, наверное, на нее рекомендовать выполнение компьютерной томографии с контрастом при подозрении на вторичное поражение не имеет никакого смысла. Итак, есть определенное общее положение, которое на самом деле лентгенологам с точки зрения будут интересны только ряда пунктов. Мы говорим о том, что все стадии 1-3 – это опухоли без метастатического поражения, то есть М0, и о том, что размер опухоли определяется по наибольшему измерению солидного или инвазивного компонента. Мы об этом уже останавливались и говорили. То есть для нас интересен наибольший размер и куда он, собственно говоря, попадает. И интересно вообще наличие самого инвазивного компонента, то есть куда происходит прорастание. Распространение опухоли в узел, расположенный рядом лимфатический узел, это считается как N-стадия. Распространение пораженных узлов в опухоль не изменяет Т-категорию, однако иногда это достаточно сложно дифференцировать по данным компьютерной томографии. И вот то, о чем мы уже говорили, это наивысшая Т-категория выставляется, когда есть несоответствие между размерами Т-стадии и другими факторами. Но вот мы уже говорили это по поводу, например, как тот пример с инвазией в диафрагму. Есть инвазия в диафрагму, размер меньше 7 сантиметров, но все равно это уже Т-4 стадия. Вот, это, соответственно, небольшой такой экскурс в стадийность уже в хирургическую, что из себя представляет стадии Т1, 2А, 2Б, 3А, 3Б и, собственно говоря, 4А, 4Б. Это небольшая пятилетняя выживаемость. Я думаю, что рентгенологам это будет интересно, потому что, в общем-то, это показатель того, как раз когда мы можем, точнее, с помощью наших глаз, рук и всего остального, могут, по крайней мере, отдифференцировать стадию, а это уже какой-то прогноз для пациента. И, опять же, это дальнейшая тактика ведения этого пациента. Еще раз повторяю, мы всегда работаем в связке с кем-то. Рентгенолог – это не такая самостоятельная функциональная единица, это мультидисциплинарный подход. Но есть различные типы опухолевого поражения, которые считаются более или менее, скажем так, когда мы видим какой-то определенный паттерн, мы можем говорить, что вот это может быть, вероятно, вот такое гистологическое заключение. В этом случае достаточно проще с аденокарциномами небольших размеров, когда это просто узел матового стекла. Мы тогда предполагаем, что это либо аденокарцином инситу, либо это минимально инвазивная аденокарцинома. Да, еще существуют аденокарциномы с липидическим каким-то компонентом, они могут быть и мультифокальными. Существует пневмонеподобные типы аденокарциномы. То, что раньше называлось до 2012 года, насколько я помню, бронхиловая карцинома и так далее. Сейчас такого термина уже давно не существует. И существуют так называемые классические узлы. Это некое округлое образование, одно или несколько, с лучистыми контурами, которые тянутся к тяжаме плевры. Еще одно интересное, на мой взгляд, исследование, которое было проведено китайцами, о том, что вообще в принципе имеет ли смысл контрастировать пациентов, у которых выявлены очаги по поводу матового стекла. И вот в данном исследовании было выявлено, что, в общем-то, какая-то разница при контрастировании на самом деле будет у пациентов с небольшими очагами, очагами типа аденокарциномы инситу или аденокарциномы, или минимально инвазивными, ну, чаще всего, естественно, минимально инвазивными аденокарциномами. Особенно те, которые содержат хотя бы небольшой солидный компонент в своей структуре. Китайцы, на самом деле, насколько я понимаю, достаточно заморочены на этой теме, в общем, и у них очень большое количество подобных исследований проходило. И вообще, в принципе, они очень большое количество очагов по типу матового стекла удаляют в своей практике. Вот, поэтому вот по их данным, честно скажу, мы и так не проверяли, не знаем, но вот по их данным есть различия даже в контрастировании у пациентов с очагами матового стекла. Ну, и, собственно говоря, ключевые моменты доклада, они следующие, да, рентгенологи играют ключевую роль в определении стадии рака легкого и, соответственно, в дальнейшей тактике выбора вида лечения и прогноза у пациента, ну, естественно, это выбирается уже не рентгенологами, а лечащими докторами. КТ можно использовать там для стадирования ТН-стадии, для стадирования М-стадии можно использовать МРТ. И ПЭТ-КТ призываю всех правильно описывать размеры опухоли, наличие ателлектазов, а также прорастание в другие органы, потому что это абсолютно меняет критерии стадийности, выбора стадии у пациента. При подозрении на метастазы в кости все-таки, наверное, не стоит рекомендовать сцинтиграфию, а необходимо выполнение ПЭТ-КТ. И необходимо правильно оценивать узлы по типу матового стекла. Большое спасибо за внимание.